Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас сегодня особенно. Слава Богу. Знаете, прежде чем я буду говорить, проповедовать, я хочу вас вдохновить. Если вы смотрите меня сейчас по интернету, в онлайне или где-то, то я вам советую, вот знаете что, не по интернету смотреть собрания, а ходить в Живую Церковь. Найдите там, где вы есть Живую Церковь. Смотрите проповеди в записи. Это хорошо во время недели включить, послушать пастора какого-то, но я вас вдохновляю. Если вы где-то живете, вам просто не в моготу идти в Церковь с утра, то я не хочу быть тем преткновением для вас, идти в Церковь. Встаем и идем в Церковь. Со всеми верующими мы должны быть вместе в общении. Поэтому Иисус и сказал, возлюбите Бога и возлюбите ближнего. А ты выбрал себе только первую заповедь, значит ты непослушный и ты вряд ли любишь Бога. Потому что любовь Бога не заключается только в первой заповеди, она и во второй заключается. Люби ближнего своего. Где твой ближний? На диване посмотрел, никого нету. Только пирожки какие-то, чай. Что еще? Никого нету. Сам себя любишь, только о себе думаешь. Вставай и иди в Церковь. Ой, меня там обижают. Так правильно. А как ты научишься прощать, если тебя не будут обижать? Как? Как и надо. И ты кого-то обижаешь. И мы притираемся, и шлифуемся. И в итоге мы прощаем, и становимся похожими на Бога. Как Иисус висел на кресте и прощал людей, которые ранили Его. Он мог этого всего избежать. В принципе, Он тоже не хотел. Никто не хочет, чтобы нас ранили. И мы не ходим в Церковь, чтобы нас ранили. Но Бог заинтересован в нашем характере. Чтобы мы научились прощать. Чтобы мы научились любить. Чтобы мы научились заботиться. Чтобы мы научились вдохновлять друг друга. Поощрять к любви. Это важно. И еще такой один момент. Знаете, вот я хочу сказать, что перед проповедью у нас всегда идет прославление. И прославление – это настолько важная часть. Это настолько же важная часть, как вот у вас есть две ноги. И ни одной ноги у вас нету более важной. Знаете, вот правая или левая, какая из них важная? Обе важны. Важно слышать Слово Божье. Но перед этим важно открыть свое сердце Богу и прославлять Его. И это как две ноги – прославление и Слово. Мы во время прославления открываем свое сердце. И знаете что? Происходит соприкосновение. Иногда ты думаешь, где я нахожусь. Я нахожусь вообще на небе. И знаете, прославление, настоящее прославление, не просто пришел, попел, посмотрел по сторонам, что-то там в носу поковорял. Нет, настоящее прославление, оно настолько тебя соединяет с Богом, что ты уже не знаешь. Ты на небе, ты на земле, где ты, тебе так хорошо. Вот это и есть соприкосновение с Богом, что ты соединился с Ним. Это так важно. Это так важно – соединяться с Богом во время прославления, открывать свое сердце. Сделайте Бога источником своего наслаждения. И вам не придется выдалопоклонство впадать, вам не придется грешить. Вы всего избежите. Просто сделайте Бога источником своего наслаждения. Откройте такого для себя Бога. В нем это есть. Он и есть источник наслаждения. Аминь. Тема проповеди будет называться «Два вида верующих». Нам, верующим, нужны перемены. Именно для этого мы здесь. Именно поэтому Иисус в день нашего спасения, в день нашего искупления не забрал нас. А мы такие думаем, а надо было бы. Надо было бы, чтобы Он сразу нас забрал. А Он говорит, эй, не, я хочу, чтобы ты прошел школу длиною в жизнь. И чтобы ты многому научился и понял. И знаете что? Когда мы меняемся, когда мы шлифуемся, когда мы страдаем ради Бога, то мы что? Мы понимать начинаем Бога. Мы начинаем сострадать, вместе страдать. Мы начинаем, знаете, мы на одной волне. Это все равно, что ребенок становится родителем. И он начинает теперь только понимать своих родителей. Родители понимают детей, дети не понимают родителей. Потому что родители были детьми, а дети родителями еще не стали. И поэтому нам, как детям, нужно стать родителями. Я имею в виду духовно, прообразно, для того, чтобы нам разделять и страдания со Христом, и Его славу, и печаль, и радость. И это все для нашего блага и к нашему назиданию. Давайте откроем Слово Божие. Луки 6 глава, 45 стих. Слово Божие является основанием для нашей жизни. То, что говорил Иисус, это очень важно. Это и есть самое главное в нашей жизни, и это и есть приоритет. Именно слова Иисуса Христа для нас должны стать драгоценностью. Давайте будем читать. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Здесь Иисус говорит в 45 стихе, что есть два вида людей, два вида верующих. Есть люди добрые, и у них есть сокровища сердца. Эта информация – жесткий диск. Оно выдает только то, что было туда загружено. И он выносит доброе, хорошая, позитивная информация. Когда он открывает рот, говорит не его рот, говорит его сердце через рот. И он добро говорит. Это добро, поймите, оно обогащает и круг его общения, и благословляет. А злой человек из злого сокровища сердца, есть злое сокровище, зло в сердце сокрытое. Оно выносит зло. Оно выносит зло. И думаешь, откуда в человеке зло? Откуда? Оно в сердце. Оно туда зашло, и оно там укоренилось и осталось. Оно там зафиксировалось. Теперь, когда человек открывает рот, у него идет зло. И он говорит, ну вот, как всегда. Хотел как можно лучше и сделал как всегда. Хотел хорошо, а получилось зло. И Иисус, он говорит, что это проблема в сердце человека. Нет такого понятия. Вот злой человек – добрый человек. Как бы есть такое понятие, но мы выбираем, что будет в нашем сердце. И Иисус говорит, от избытка сердца говорят уста его. Избыток, да? Когда переполнилось, тогда и полилось. Или когда нажали, создали давление, и из человека начинает выходить. Именно под давлением видно, кто мы. Давайте будем читать дальше. Что вы зовете меня, Господи, Господи? Многие люди обращаются к Богу. Многие люди обращаются, миллионы, миллиарды людей обращаются к Богу. Со словами, Господи, Господи, Господи. Наверное, уже с того времени прошли такие, знаете, цифры астрономические. Триллионы, наверное. Уже верующих говорили эти слова. Господи, Господи. И здесь Иисус говорит, для чего вы зовете, что вы зовете меня, Господи, и не делайте того, что я говорю. Иисус, возмущаясь, говорит, когда ты ко мне возвал, я дал тебе задание, я дал тебе инструкцию, что тебе нужно делать. Но ты это не сделал, а продолжаешь снова говорить, чтобы я просто пальцем что-то сделал в твоей жизни чудо. Но я дал тебе инструкцию, и ты не хотел ее исследовать. Ты не хотел меняться. Ты просто хотел, чтобы я был волшебной палочкой в твоей жизни. Но заметьте, что здесь Иисус говорит. И не делайте того, что я говорю. Каждый из нас встречается со словами Иисуса. Мы все встречаемся. Мы все встречаемся со словами Иисуса, что нам нужно делать. Но не делаем это. И дальше будем читать. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? Есть верующие, которые переносят искушение и давление. И знаете, разные-разные моменты тяжелые в жизни. Вопрос, почему? Ответ очень прост. Они просто слушали, что им Иисус говорит, и они так следовали. И эти люди благословенные, и мы можем быть ими. Мы можем быть теми людьми, которые слушают слова Божьи и так исполняют. Вопрос, для чего многие читают Библию? Для чего? Кто-то для информации, кто-то для знаний, кто-то для того, чтобы блеснуть потом. Но послушайте, Библия нам дана, чтобы услышать Бога. Как ты еще в таком мире в суетном можешь услышать Бога? Как? Вот Он и сделал, что есть книга, есть Библия, через которую Он говорит к человеку. Поэтому мы видим, что это слова Иисуса записаны в Библии. И через них Он прямо сейчас даже говорит к нам. И смотрите, первый вид верующего. Иисус говорит, кому подобен? Кому? Это верующим мудрым, которые отнеслись к словам Иисуса со всей важностью, осторожностью, со всем, знаете, авторитетом. Они сделали авторитетом слова Иисуса в своей жизни. И теперь, если придет беда, то Иисус защитит такого человека. Почему? Просто потому, что этот верующий чтит слово Его. И вы знаете, этому человеку не будет никакой беды, никакого ущерба. Почему? Потому что он видит, Иисус видит и наблюдает за каждым верующим. Почему Иисус, иногда думаешь, позволяет одним верующим страдать? И мы такие думаем, вот что за несправедливость? Почему одни страдают, а у других все классно? Нет. Дело в том, что Иисус, Он очень внимательно смотрит на каждого верующего, на каждого из нас. Насколько мы честны, насколько мы верны, насколько мы действительно делаем важным слова Иисуса для нашей жизни. А кто-то думает, а? Подумай, что Он там сказал. Нет. То, что Он сказал, спасло бы тебе жизнь. Ты бы под завалами не оказался. Мы сейчас будем читать про человека, который оказался под завалами и умер. Погиб. 49 стих. А слушающий, не исполняющий, подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился. Тотчас. То есть, вообще проблем никаких не было разрушить жизнь человека. Он стал верующим. Он дал обещания Богу, доброй совести, и его нету. Почему его нету? Потому что все для него это была игра. Для него это была шутка. Для него это было просто как хобби очередное. Ну, не получилось, так не получилось. Что? Я буду жить, как жил раньше. Послушайте, это неправильно. От этого зависит твоя жизнь. То, как ты относишься к Слову Божьему. Послушайте, из нас нету людей, обделенных Словом Божьим. Нету. Мы слышим Слово Божье. Просто мы сами выбираем, что нам слушать. Мы выбираем, что слушать. Если что-то идет против шерсти, не, я такого слушать не буду. Я буду только слушать позитивно то, что меня вот гладит по голове. Ну, а если надо меняться? Ты же не можешь прийти жирным на балет и начинать танцевать в балет. Пируэты делать, прыгать там, шпагаты разные. Тебе тренер скажет, слышь, работаем над собой. И никаких тебе комплиментов. Забудь о комплиментах. Комплименты будут, если ты будешь жир скидывать для первых. И вообще тебя не возьмут туда. Иногда мы думаем, с Богом так все просто, все так легко. Нет. Ты хочешь с Ним серьезных отношений? Он будет говорить тебе, что тебе нужно делать для серьезных отношений. Помните, как выбирали для царя языческого, выбирали эту невесту, жену, когда его подвела первая жена, там, сама себе на уме была, он ее позвал, хотел похвалиться моей красавицей, а она говорит, пусть расслабится, я никуда не пойду, у меня девичник тут. Ну, в общем, ладно, мы все знаем эту историю из книги «Исфирь». И тогда старейшины сказали царю, что надо сделать мудрое решение, надо тебя найти, эту жену надо убрать. Ну, вот такие правила были. Если жена что-то там не подчинилась, не надо жену убирать, надо молиться. Но там были такие правила, иначе этот авторитет мог бы подорвать во всем обществе. И когда выбирали жену царю, тогда они должны были проходить тесты, их должны были подготавливать, 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 подготавливать. Не то, что ты там симпатичная, выпрыгнула откуда-то, и все, и ты царица. Тебя должны были готовить, готовить, готовить. Ты взятая из простых людей, но ты должна стать необычной. С тебя должны идти ароматы. Вот там втирали масло одно полгода, потом другое полгода. Представьте, она не сразу к царю пришла, только через год. Что ее должны были готовить к царю. И мы сегодня, это же для нас прообраз. Мы не просто берем туда физические прообразы, мы берем духовные. Что мы такие думаем, что мы взяли из мира, пришли там, жили во грехах, выдало поглонство, пришли с Богом. Теперь все классно, мы с Богом общаемся и все друг друга понимаем. Послушайте, у Него есть тоже условия для нас. Отделитесь от всего нечистого, выйдите из среды их, и я приму вас, говорит Господь. Выйдите оттуда. Блоки верующие, находясь в греховном, знаете, окружении, хотят быть и там, и сям. Господь говорит, извините, что это за вас такие понимания. Есть Слово Божие, и Слово Божие говорит. И если мы его игнорируем, то мы подрываем свой фундамент. У нас нет фундамента. И вы знаете, сегодня много верующих живут без фундамента. Когда беда, они ничем не застрахованы. Когда беда придет в их жизнь, а беда придет в жизнь абсолютно каждого, проверка, испытание, демоническое какое-то со всех сторон на тебя повалится, и ты будешь думать, что это? Это проверка. Это то, что приходит в жизнь каждого верующего. Проверка твоего основания. Насколько оно прочное. И ты смотришь, там только ветерок дунул, дом упал. Дом упал. Там еще до какого-то серьезного давления даже не дошло дело, а дома уже его нету. Почему? Потому что человек никаким образом не был связан с Иисусом. Он не был связан со Словом. Он был вольный слушатель. Бог не имеет дела с такими людьми. Бог имеет дело с серьезными верующими. Которые... Что значит серьезный верующий? Мы же все взяты из одного материала. Серьезный верующий – это тот, который решил ответственно относиться к Слову Божьему. Мне Бог говорит, я это беру себе за самое главное в моей жизни. Я отмечаю, это и есть самое главное в моей жизни. Что для Авраама было самым главным в жизни? Что? Слово Бога. Обещание Бога. Он за это держался, и он вошел в благословение. Написано, и так Авраам, долго терпев, получил обещанное. Мог и не получить. Все, конечно, было к тому направлено, чтобы Авраам не получил обещанного. Вставьте, тебе обещанное, но ты не получил. И много верующих, им было обещано, но они не получили. Почему? Не терпели. А там же написано, что долго терпев, получил обещанное. Прежде чем Бог нам что-то доверит, серьезная, ответственность какую-то, Он сначала посмотрит, как мы относимся к Его Слову. И это важно. Тема откровения. Иногда мы не хотим слушать. Мы хотим слушать только то, что нам удобно. Каждый верующий лично решает, какого качества ему быть. Есть верующие высокого качества. Они дисциплинируют свою духовную жизнь и свои отношения с Богом. Они это не делают для остальных. Они делают это для себя. Послушай, если ты знаешь, что в твою жизнь придет проверка, ты же не можешь легкомысленно относиться. Правильно? Ты не можешь. Если ты знаешь, что приходит холода, приходит снег, приходят морозы, ты что делаешь? Ты у машины меняешь колеса. Ты же понимаешь, какая беда может произойти, если ты просто не поменял колеса. И ты подготавливаешься, подготавливаешься к зимнему сезону. Потом ты понимаешь, что приходит другой сезон, ты подготавливаешься к другому сезону. Так мудрый верующий, он всегда заранее готовится. Он не готовится тогда. И он не просит тогда, молитесь, братья и сестры, молитесь. Мой дом разрушен, моя жизнь теперь все. Все, конец моей жизни. У меня ничего нету, у меня разрушена жизнь. И ты смотришь на этого человека, а у него такая рука из завалов торчит. Из камней такая, знаете. Из-под камней. Он так машет, помогите, помогите. Ты думаешь, я тебе ничем не могу помочь. Почему? Ты хотел этого? Ты всю жизнь стремился? Просто представьте. Человек всю жизнь стремится, идет к разрушению своему. Чтобы в конце своей жизни или на пути встретить терминатора. В жизнь каждого придет терминатор. Терминатор переводится разрушитель. Этот ветер, этот дождь, это наводнение наперло на дом, и он рухнул. А почему у другого не рухнуло? Почему? А он готовился. Он готовился к этому. Послушайте, братья и сестры, мы не можем так вот относиться легкомысленно. И если мы так относимся легкомысленно, то мы будем потом страдать. Когда ты себя дисциплинируешь, ты тоже страдаешь. Потому что ты бы сейчас сидел, телек смотрел бы, а ты читаешь Библию, например. Или ты бы делал бы другие дела там, ездил бы там везде, отдыхал бы, а ты служишь Богу. Ты не можешь себе такое позволить. Почему? Я планирую свою жизнь. Я планирую. Я знаю, что подует ветры. Это произойдет. И я планирую, что мой дом будет стоять. Почему? Не потому, что я крут. Потому что фундамент, сам Иисус, будет меня в этот день держать. И потом в конце я скажу, слава тебе, Господь, что ты помог мне устоять. Ты помог мне устоять. Но с моего разрешения, с моего желания. Я почему это говорю? Если мы еще слушаем. Возможно, наши дома еще стоят. И не было такого сильного давления, оказанного на нашу жизнь. Но это не означает, что оно не придет. Может быть, вас и предупреждают сейчас. Заранее. Это такая любовь Божия. Это такая милость, когда вас заранее предупреждают, чтобы мы спохватились, чтобы мы быстренько все привели в порядок, в свою жизнь. Каждый верующий лично решает, какого качества ему быть. В каком доме ему жить. И как он будет проходить испытания дома на прочность основания. Кто-то планирует. Представьте. Просто это, конечно, абсурд. Это абсурд, если ребенок Божий, человек, рожденный свыше, планирует свое падение. Падение великое. Почему там написано в 49 стихе? И разрушение дома сего было великое. Великое разрушение дома сего. Терминатор никого не жалеет. Его задача губить. Его задача атаковать. А наша задача построить свой дом правильно. Вот что наша задача. А что такое построить дом правильно? Сделай слово Божье авторитетом для своей жизни. Не свой опыт жизненный, а его слово. Каждый принимает решение, даже если он его не принимает. Он уже другими словами решил свое падение. Например, человек ничего не делает для своего развития духовного. Ничего не стремится. И что? Он уже принял решение. Легкомысленно отнесясь к слову Божьему, он запланировал часовой механизм уже в процессе. Эта бомба взорвется. Вопрос, когда и вдруг все такие верующие он упал, там разрушилась семья или что-то такое. Послушайте, ничего просто так не произошло. Это хотели. Люди этого хотят. Люди хотят разрушения. Они не хотят напрягаться, что им Бог говорит. Зато потом, когда ты увидишь, они будут намного хуже страдать. Так вопрос задается, зачем? Избеги сейчас. Лишай сам себя чего-то, чтобы тебе не быть разрушенным. Потому что это будет печально. Это будет очень больно. И это нельзя будет изменить. Отмотать нельзя будет. Ты будешь жить в боли. У меня перед моим покаянием сестра спросила старшая. Ну, Витя, ты вообще как думаешь, что верующим будешь, не будешь? Как ты вообще собираешься приходить как-то к Богу? В этом направлении звучал вопрос. И я ответил. Я помню, я сказал. Но это пришло изнутри. Если я и буду верующим, то настоящим. Потому что я видел. Зачем мне лицемерие? Зачем мне игра в театр? Не люблю я игры вот эту в театр. В церкви-то один, там другой. Двойная жизнь, двойные стандарты. Зачем? Ты же будешь наказан за двуличие. Ты должен быть тем, кем Бог тебя запланировал и кем тебя Бог увидел. Давайте сейчас закроем наши глаза, будем молиться. Будем молиться за себя. Потом за телезрителя. Но вначале мы помолимся за себя. Потому что если я изменюсь, изменится окружение вокруг меня. Оно обогатится, оно будет счастливым. Люди вокруг меня будут счастливые. Потому что я перестал быть мухой. Я трансформируюсь. Мы знаем, что есть метаморфоза. Из гусеницы появляется бабочка. А есть еще одна метаморфоза. С Божьей помощью, сверхъестественно, из мухи стать пчелой. Перестать быть негативным. Кака, 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 кака. Цветы, ароматы, ангелы, слава Божья, любовь, сила. Благословение. Аллилуйя. Мы великие. Бог нас сделал такими. Ходишь и радуешься. И пророчествуешь. На тебя смотрят и говорят. Ты правду говоришь? Люди уже начинают верить тебе. Ты так уверенно это делаешь. Никого и ничего нету вокруг тебя. А ты говоришь. Мы большая церковь. Мы всех примем больных в нашу церковь. Всех грешников. Добро пожаловать к нам. А всем самоправедным? Нет. Вы еще будете самоправедными. Только тем людям, которые нуждаются. Добро пожаловать. Давайте сейчас будем молиться. Молитва меняет все. И прими решение. Прими решение. Прими решение из одного человека стать другим. Стать новым человеком. Вы знаете что? Израильский народ. Они думают на сегодняшний день, что они находятся в особой категории. И не понимают, что Бог создал нового человека. Из двух из язычников, из иудеев, создал одного нового человека. Одного нового нового человека. Это уже не язычник, не иудей. Это новое творение во Христе Иисусе. Это ребенок Божий. И тем людям, которые думают, что они благодаря своей национальности заслужили какое-то особое положение перед Богом. Это не так. Им нужно шагнуть и стать новым человеком. Поэтому я говорю, каждому из нас нужны перемены радикальные. И перемены начинаются с твоего решения. Встану, пойду к отцу моему. Вот эти решения нам сегодня надо принять.